Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В настоящий момент я всем очень рекомендую посетить великолепнейшую выставку, созданную группой энтузиастов, так называемый музей электротранспорта, который находится в бывшем Глипо на Васильевском острове. Под ним администрация Матвиенко собиралась строить торгово-развлекательный комплекс, совмещенный с киностудией. Настоящий проект отменен. Тем не менее, встает вопрос, что с ним делать. Ну, представьте себе, что у нас нет трамвая. И для него, тем не менее, есть некий маршрут ретро-трамвая, о котором я сейчас и хочу сказать. Как я его хочу предложить? Этот маршрут самый смешной, что пути там практически по-полному уже отремонтированы. Несмотря на то, что около зоопарка ездит чрезвычайно мало пассажиров, ну, в моей оценке порядка 50 человек в час всего лишь, а по СНИПу, для функционирования трамвая, нужно около 5000 человек в час в час пик. То есть там едят на воду, ну, совсем мало, то есть порядка одного процента от минимально возможного по СНИПу. Ну, такой пассажиропоток нормальный для нашего города, для ретро-трамвая. Значит, вот с этого трамвайного парка трамвай выходит на Средний проспект, едет по Среднему проспекту, по отмонтированных линиях. Не видно. По Среднему проспекту, или рассказывает, да, это самое было, не видно, наверное. После этого поворачивает по Тучковому мосту, дальше он едет, значит, по Добролюбово, и после этого он, значит, идет. Здесь по Кроневскому проспекту, вот здесь, мимо станции метро-надержины. Здесь сейчас все хорошо сделано. После этого он выезжает сюда на Троицкий мост, с Троицкого моста попадает дальше на Садовую улицу, проходит Садовую улицу до Тургеневской площади, да, до Тургеневской площади, и Маникольско-Богревлеенского собора, и всех остальных. И здесь у него кольцо. Вполне возможно, это кольцо можно продлить до улицы Репина. Мы видим, что у нас возникает маршрут, который проходит, там, минут 50, и который проходит по мостам, по канонически прекрасным видам Санкт-Петербурга. Здесь можно для обслуживания этого метро-трамвая, цена-то будет 7 рублей уже, не 22 рубля, допустим, а, скажем, 300 или 200. Можно использовать в качестве прогулочного весь подлежной состав, который создан, собран в музее Петербургского трамвая. И будет специальный шип у гостей города прокатиться то на одном типе транспорта, то на американке, то на аквариуме, так называемом, то на других видах транспорта. Хотя, безусловно, для них, скорее всего, придется менять все-таки тележку на более межшумную, более западную. Тоже на территории можно создать специальный депо, который будет привлечься с Топарской жиркой. Мы будем иметь реальную изюминку города, покрасивейшим. Мимо Манекольского-Бегургенского собора, мимо гостиного двора, мимо летнего сада, массового поля, с каноническим видом на стрелку Ассельского острова, мимо парка по дистанции метро Горковского и зоопарка. И по Тручковому мосту будет проходить наш маршрут трамвая, ретро-трамвая. Он будет срывать аплодисменты и умерения туристов, и будет рождать у людей совершенно понятный спортивный азарт. Если это будет сделано, люди будут с наслаждением ездить на этом ретро-травайчике, и проклинать тех, которые навсегда ликвидировали трамвайную систему Санкт-Петербурга. То есть, вот такой маршрут. Чистый экскурсионный? Чистый экскурсионный. То есть, там не будут люди ездить на работу? Никакие люди на нем на работу ездить не будут. Он будет чистый, экскурсионный, развлекательный маршрут. Одна из изюминных городов. Они говорят, а не хотите ли на автобусе прокатиться? А не хотите ли прокатиться на ретро-травае? Не хотят? Конечно, хотят. Садятся сюда и к экскурсии, по всему этому не спеша, трамвайчик везет. Он на этом пути в настоящий момент. Сколько там, пассажиропоток полностью отсутствует. И там пути сделаны. Их собирались там трамвай регулятировать в свое время, но Петербурж, за общественный транспорт, такая антигородская организация, за это дело ступилась, написала там подписи, подписала ее 20-ю фамилию. И с этим справилась. Я против этого не противостоял, потому что с самого начала, я в самом начале говорил, что значит, что этот маршрут и эти пути могут вполне нормально использовать для ретро-травая. Вы знаете сейчас, что по столовой улице трамвай не ходит? Ну, это не совсем правильно. Он, конечно, там как общественный транспорт не нужен, но он там нужен как ретро-травай. Почему нет? Вот это первая идея, о которой мы говорим. По пути ретро-траллелуса, так называемого, траллелус тоже в Петербурге предстоит ликвидировать, и уж у него-то уж точно практически ни в одном городе мира нет. Это такая чисто советский зврат такой, блядь. Чисто такой советский зврат. Разве это не дешевый транспорт? Нет. Очень удобный транспорт. Очень редкий, редко где мы где ездим еще. Буквально близкий. Самое неудобное в этом это, что провода нужны. Да, и провода очень резко оппортят в вид города. Надо вообще стараться избавляться от провода. А кто-то у тебя такого висит. Он рога там, переставляет, можно скоростные стрелки повезет, но очень неудобный вид. Неповоротливый и так далее. Такова, значит, ситуация. Такова, значит, ситуация. По поводу этого транзая. Он будет хорошим дополнением к нашему аквабусу, да, или аквабусу, как он называется-то. К нашему водному такси, который работает несколько полгода в году, каждый, а то и полгода не работает, который датируемый на 95%, но которая тоже есть некая такая изюминка Санкт-Петербурга. Мне мало кто знает, ну почему бы мне не покататься? Я никогда не катался. Хотя я видел эти оранжевые скоростные вагончики морские. Теперь о специфике Петербурга. Это я немножко поговорил о ретро-травае, о ретро-травае, как о ретро-травае. Поговорим о Петербурге как о чем-то устремленном будущем. Очень много людей ездят в Китай, и они понимают, что Китай устремлен в будущее. Они проезжают в Шанхай и встречают пояс на магнитной подвеске. Пояс на магнитной подвеске. Мне хочется заметить достаточно важную вещь, что только тогда инженерная наука в стране развивается, когда она получает адекватные к своему уровню задачи. Она должна получать определенного рода вызовы, и эти вызовы успешно решать. Я считаю, что пояс на магнитной подушке должен прийти и в Санкт-Петербург. Считается, что в Китае появится его туннельный вариант к 2020 году и будет развивать скорость 1000 км в час. Ого, то, что я вам обещал. В настоящий метр 420 ездит между цехом Шанхая и аэропортом. Они строят сейчас такую систему, которая будет объединять между собой все аэропорты вблизи Шанхая. Вот. Для того, чтобы люди знали, что вот есть Санкт-Петербург, такой замечательный город, в котором любой может прокатиться на этом самом магнитоплане. Могу сказать, что это дорого. На самом деле, это совсем недолго. У нас, оказывается, вот у нас, когда на магнитах подвешен поезд, да, когда он подвешен, он же работу не совершает. Ты его один раз приподнял, и вот он к себе летит. Притом, строить его надо сразу же в канальном варианте. Что такое канальный вариант? Это когда он у тебя проходит в туннеле искусственном, ну, просто на поверхности земли созданном, а оттуда откачен воздух. И тогда у тебя сила эрогеннического сопротивления примерно равна нулю. Вот как китайцы сейчас это дело и строят в 2020 году. И мы тоже к следующей олимпиаде можем успеть. Это когда у нас такой летающий поезд появится, появится, если мы будем заниматься его разработкой, это мы дело сделаем. Кажется, для современной России это безумие. То есть, то, что там могут китайцы, не мы же мы. Ну, как мы можем заниматься такими инновациями? А мы можем заниматься. Если вот это появится, то Санкт-Петербург получит некий статусный объект, который будет подчеркивать не то, что там люди есть большой скоростью и просят. А будут показывать, что Санкт-Петербург это модный, широко развивающийся город. Хочется спросить, а по какому маршруту его строить? Здесь надо сказать некоторые слова, что же такое Санкт-Петербург. Является ли Санкт-Петербург пригородом Москвы? Находится ли он в тени Москвы? Как это сейчас выглядит? Ответ. Быть может, это сейчас так, но так эта ситуация ненормальна. Очень просто так получилось, что последние сто лет Санкт-Петербург оказался отрезан от собственных пригородов. А пригороды его крупнейшие это известные. Дальний пригород это Таллинн и второй известный Дальний пригород Петербурга это Хясеньки. Я здесь соглашусь с Сергеем Борисовичем Переслегиным, что Санкт-Петербург как бы это центр определенного рода региона, куда входят Хясеньки, Таллинн, Рига, Калининград и даже говорят Переслеги, что я во что не верю в польское помирание. Приморье польское. Как вот с этим быть? Могут сказать, мы сейчас отделены от Хясеньки большим границей и большим расстоянием. А расстояние смешное. 300 километров по прямой. Всего 300 километров. И от Хясенька 300 километров по прямой, даже еще чуть меньше. О, Хясеньки, до Таллина точно так же. Эти два города это естественные пригороды. Я глубоко убежден, что, быть может, я, конечно, не доживу до этого времени, но поздно и рано эти границы будут стерты в том-то или ином смысле. И расстояние между Санкт-Петербургом и Хясеньком превратится в одну сплошную урбанизированную зону. Но для этого нам нужно сделать, что Финляндия, город, который себя, страна, которая позиционирует себя как инновационная страна, вспомним недавно еще очень живую Ноккио, а теперь очень очень мертвую, и другие технологичные вещи, она и может быть соединена с Петербургом скоростной линией, но не скоростной железной дорогой, а скоростной линией канального Моглива, то есть к магнитоплана. Вот здесь надо сделать. Если не получится, у нас есть 180 километров до Нижнего Новгорода. Будем соединять с Нижнего Новгорода. Значит, сел где-то, скажем, в районе станции метро Броневая, через 15 минут выходишь в центре города в Новгороде и подходишь к его Кремле. Это Нижний Новгород, а Великий. А, Великий, да, для Нижнего Новгорода. Великий, в Великом Новгород. Великий Новгород. Это хороший предлог для того, чтобы сделать странный, необычный проект, который выглядит для нашей страны сейчас неосуществимым и безумным, но тем не менее, который китайцы берут и осуществляют. Я говорю, что здесь ничего есть нового. Второй момент о таком проекте. Значит, он упирается, я повторяю еще раз, в то, что на самом деле, за следом Сергеем Борисовичем Береслегиным, я хочу отметить, что Санкт-Петербург должен выйти из тени Москвы и быть самостоятельным центром самостоятельного региона, где его ближайшие пригороды, это Хельсинки, город с населением 500 тысяч, реально с миллионами человек, с окрестностями, Италия, населением 400 тысяч человек, и также все остальные городки, городки такие вот такие. Это сложно, потому что Москва слишком близко, и скорее, наоборот, Санкт-Петербург присоединится, как пригород. 700 не 300, 700 не 300, не присоединится. Вот он просто обладает некоторым самостоятельным бытием, он реально обладает собственным. Ну уже, может, создают некие скоростные магистрали, те же самые, жидко-дорожные. А вот, а мы... Можно будет в Москве быть, через несколько часов, уже быть в Москве, там, да, двигаться. Ну, через 4,5-5. Его еще не создадут, а его только еще утверждают. А денег он стоит космических. А эту систему мы можем попытаться забацать вместе с финнами, допустим, если мы не можем сами. У нас будет из центра Петербурга до центра Хельсинки 30 минут. Безумие, да, оказывается? Ну, вот именно так. 30 минут. А что нам делать-то в Хельсинки? В Хельсинки? Ну, много народу ездит в Хельсинки, а так их будут ездить еще больше. Как есть, только другая страна. Ну, Европа, конечно. Как только она перестанет по другой стране, нечего. Нет, почему? Она между собой по-прежнему связана. То есть, мы объединяем два крупных города северо-западного региона, то есть, Хельсинки с миллионами и Санкт-Петербург с реальными шестью, как бы в одно и то же. В Хельсинки слишком мало, чтобы быть великим городом. А Петербургу нужно еще добавить в динамичности в первую очередь. Ему надо уже вот эту субургию развивать. И она будет развиваться органически, как она есть. это вдоль, динько-завилов. свяжем, не знаю, Пушкин нормально, Петергоф. Ну, про Петергоф я рассказывал в нашей второй части. я говорю, что... Стровец нормально свяжем с этим самым и так далее. Ближайшие пригороды. но этой штука не получится, потому что расстояние очень маленькое. Для Магнитоплана конечно, да. Ну, если я сразу же делаю, там Великий Новгород. Для Магнитоплана надо связать города северо-запада, грубо говоря, ближайшие, с Карелией, например, связать. Ну, вот как до Скарелией связь, что это значит? до Петрозаводска нам говорят там 450 километров. Да, 450 километров. Ну, тебе, пожалуйста, Магнитоплана 200 тысяч человек всего. Это не важно. Важно и население. Важно связать центры России перед собой с Карелинтранпом. То, что тебя очень дорого. Мы же мечтаем, как вы говорите. Да, мы мечтаем. В Архангельском сверху двое. Нет, но это слишком далеко. Далеко. Слишком далеко, чтобы тебе этот туннель не доставить. Далековато. А поток маленький. Так и здесь поток, с вами все в потоке. То есть, дело не в потоках. Дело в принципе. Ну, дело в принципе. Ну, тогда что-то какое-то... Просто нечего такой близко с ним делать, чтобы полетать километров 50-60. Мы мечтаем. Это вот об этой вещи. Я говорю, что ее делать нужно делать по большому счету обязательно. Мы должны дать собственным инженерам некоторую задачу, некоторую сложную, чтобы они эту сложную задачу решали. Обязательно. И эта система, она будет, я говорю, она будет в Европе как бы единственной, и она будет показывать на Петербург не как скопление рухляди, хотя очень красивое, а как на город реально устремленное будущее. Ну, а как же город Достоевского? Он останется. Ну, ты же говоришь, это только что произнес слово рухляди. Он останется. Останется в этих самых документах. Не в документах, почему? Он останется где-то у себя там в центре. Он останется. Санкт-Петербург будет город исполненный будущее. Возможно, как раз туристы приезжают в город именно Достоевского, чтобы посмотреть. На эту рухать. Да. Ну, это не совсем так. Люди приезжают, они будут и приезжать, но в том числе вот у них будет такое шоу, скажем, съездить в Великий Новгород за 15 минут, чтобы посетить вот там еще чего-то. Они с удовольствием будут носиться на этом магнитоплане. Где Великий Новгород в Великий Новгород? 180. Ну. Ну что, вот можно сделать. Вот 15 минут. Слушай, полчаса. А не проще какой-нибудь скоростной магистраль построить, железнодорожная? Она и будет строиться? Не магнитоплан, а просто обыкновенные. Да это проще. У тебя какой смысл строить железнодорожную если она у тебя везде есть? Она скоростная. Она, конечно, помогает реальным проблемам решения транспортной транспорта, да, реальным проблемам. Перевозки. А здесь у нас не это главное. У нас здесь главное... Понты. Главные понты, да. У нас главные понты. Такие вот технологические понты, вот ради этого он и строится. То есть это, я говорю, что сейчас моя последняя часть будет посвящена фрик-технологиям в области общественного транспорта. то есть понтан всякий. Ретро-понтан, инновационный понтан, всевозможный остальный понтан. Дирижабль запустить на дирижабль. Согласен. Санкт-Петербургом милое дело. Я согласен. По поводу дирижабля, опять-таки, я согласен. Петербург, дирижабль, никуда его запускать не надо, но дирижабль в Петербурге нужен, безусловно. Большой-большой. Лучше много-много дирижаблей. Опять-таки, чисто туристический аттракт. Чисто туристический? Обязательно. А дирижабль пускать нужно обязательно. Вот у нас был замечательный проект. Это вот этот так называемый шпиль. И вокруг него по спиральке поднималась бы такая поворотная каретка. Она заезжала бы до вверх, на 100-200 метров оттуда можно было посреди город и поехала вниз. Ну, это его отменили, потому что слишком высокое, в центре города надо сделать. А вот у Новой Голландии там аэростат. Ты тоже садишься, канатор привязан к Новой Голландии, ты там взмываешь, вверх смотришь, а потом тебя обратно притягивают. Дирижабль надо делать, конечно, обязательно. Это тоже один из пунктов и, ну, вы сами, наверное, понимаете, почему я вам буду указывать, что у вас здесь некое количество всяких штучек и всяких придумок в городе, которых количество переходит в качество. Одно дело, когда у тебя ретро-трамвай, а совсем другое, когда у тебя турист едет в город для того, чтобы посетить то, то и то, а не того, чтобы посетить город Астерскую. А тут в городе и так много достопримечательностей, чтобы занять турист и на неделю, и на месяц. У нас же турист едет не потому, что не достопримечательно, а потому, что нет сервиса. Нет, а мы должны прихватить того самого туриста, который едет не за Достоевским. Африк туристы, короче. Да, вот такой вот турист. Как люди едут, едут в Европе, вот есть, в Шанхае, вот как люди едут, в том числе у них пункт проекта прокататься на магнитоплане, прокатиться, вот важно это. И к нам поедут, а оно будет символизировать некоторые, некоторые горы. Ну, представьте себе, город, над которым летают чехи жабли. Это город, у которого у тебя в Нижний Новый Год идет магнитоплан. Город у тебя, у нас же одна из многих стран, где ходят сюда на крыльях воздушных в Кронштадт. Пока они просто система, они, ну вот просто такая вот экзотика. А когда у тебя магнитоплан, ретро-тамвай, дихий жабли, их страшно сказать, экраноплан еще. Всему делу вот еще, их тоже, вот про экраноплан могу сказать, эта технология вообще мертворожденная. Она не нужна никому и никогда, никогда не будет нужна. Ну, безумие это просто. Он обладает не преимуществами, он обладает недостатками как самолет, а как корабля, а не преимуществами того и другого. Он обладает ими их недостатками общими. Но для нас, как бы, экраноплан, ходящий куда-нибудь там, в Хельсинки то же самое, очень важен. Не потому, что он нужен, как бы, тому что, а потому, что это вот точно такая же экзотика. Ну, не пройдет, потому что условия не подборят. Почему? Волна. А что, волна там невысокая? Ну, когда будет высокая волна, он не будет летать. Ну, она практически всегда есть. Ну, а на самом деле, когда, почему он, пока скажешь, нормально летает, а там гораздо больше волна, чем у нас. Если построить мост между Петергофом, скажем, и Васьки, по которому бы ехал тот же гидроплан, это было бы прикольно. Нет, я считаю, что залив, это было бы круто. Залив не надо тратить. А вот ты можешь от Кронштадта, скажем, летать. или на Дирижабле, например, с Васьки сел. это долго. Дирижабле, из залива, Петергоф, вообще просто... Мертворожденная технология. Дирижабль тоже технология, только туристическая. Так я говорю про туристические, я только с туристической, то есть, на Васьки ты садишься над Дирижаблем, над заливом, или на Петергоф, это вообще просто там такие вилы. Да, конечно, конечно, хороший маршрут. Как туристические, я только про туристические говорю. Так и и Кроноплан нужен. То есть, ты из большого количества набирай большую вещь. Я тоже опять глубоко убежден, решится до безумия это, московское правительство свой монорельс разобрать. Его надо брать и здесь монтировать. Но опять, не пытаться на нем пассажиров перевозить, а смонтируйте там метров 500, типа того, что от станции метро Старая Деревня до Чудоострова на Елагином острове и катаетесь на нем взад-вперед. Больше они зачем не нужны. Тоже безумная вещь. Совершенно ненужная, неэффективная, нескоростная. Тоже мертвоврожденный проект, по сути. Но как в их технологии в Петербурге, где мы собираем коллекцию такого сумасшествия, он вполне подходит. Люди будут говорить, а у них там то, а у них это. Петербург будет фрик-город в итоге. Да, Петербург должен быть. То есть был город Достоевского, да? Он останется городом Достоевского, но при этом останется фрик-городом. Обязательно. Это обязательно нужно делать. Но это касается просто судьбы города. Вот такие технологии в нем нужно собирать, хотя бы только потому, что выйдет из тени Москвы. Так, а не противоречит это все-таки дворцово-парковым ансамблем? Нет. Фрик-город? Нет. Потому что там все-таки эти дворцово-парковые ансамбли, они там как бы тяготят некой серьезности. Ну, нет, они тяготят серьезности, а это тоже будет достаточно серьезно. О чем еще может быть серьезнее магнитоплана? Или экраноплана? Да ты будешь, тебя будет народ приходить. Ну, ты понимаешь, это все-таки не цирк, да? У нас же там есть какие-то там церкви там, выдающиеся, да? Цирки самим собой. У тебя... А тут сверху будут какие-то клоуны. У тебя же сейчас... Цирк находится вместе с этим. Цирк находится вместе с хамами, рядом, недалеко. И сейчас у тебя будет рядом, да, вот цирк вот такой. И так будут люди. На экранопланы, дирижаблях, на магнитопланах и на чем все, на всем подряд. У каждого города есть свой вид, некоторый, некий свой дух. И как раз Петербург претендовал на некий серьезный дух. В отличие от других городов. Это некий суровый, я бы сказал. А ты считаешь, что если там... Мрачный даже, я бы сказал. И эта мрачность, суровость, она как бы хотелось бы ее сохранить. А у тебя, хочется сказать, ярмарка будет. Хотелось бы от нее избежать. Почему, в первую очередь? Ну, потому что не секрет, что из года в год количество туристов Петербурга поезжает все реже. Не секрет, что у Петербурга, к сожалению, имидж города, которого надо увидеть один раз в жизни. У нас повторный туризм, ну, почти невозможно. Редок. Люди приезжают, смотрят, проходят по каноническому этой штуке и не возвращаются в город. А ты должен сделать так, чтобы люди приехали к тебе повторно. Может, это как-то с сервисом связано, с дороговизной? Да и с сервисом и с дороговизной самое главное скучно. Им же нужна экзотика, им нужны фонтаны, борщ, балалайка и все. То есть, есть серьезные передачи по телевидению, да? А есть развлекательные. Ты хочешь как бы развлекательную часть перевести серьезную часть развлекательную. И за счет серьезной части. Ты посмотри, предлагаю обратить на это внимание, что эта развлекательная часть, она будет предельно серьезной. потому что экраноплан, как судно на воздушной подушке, как и магнитоплан, как и дирижабль, это очень серьезные вещи на самом деле. Ну да, там вот предлагается канатную дорогу сделать между стадионом, между Васькой и Лахтой. Но тоже надо делать, я считаю. Но тоже, опять это тоже безумие с точки зрения окупаемости. Но как некая фриктехнология, она подойдет. И обязательно, что я говорил, вот если будем когда-нибудь строить выделенные автобусные полоски, в них, несмотря затратами, надо делать встроенные велосипедные дорожки. Должны быть выделенные чистые велосипедные дорожки для велосипедов, чтобы любой человек мог прокатиться. Это опять касается имиджа города, друг друга и людей. То есть в городе должна быть реально существовать выделенная система велосипедных дорожек. Это тоже фрик технологии. Это опять же связано с идеологией. У нас как бы с воровством еще не покончено. Велосипеды где-то надо хранить. Нужны быть стоянки. Но это потом. Сначала надо сделать велосипедные дорожки. То есть народ должен изменить свой менталитет. Да нет. Велосипеды очень хорошо живут в Копенгагене. В Копенгагене год фиксируются природки в 100 тысяч краш велосипедов. Там же на приехала всевозможных арабов и кого-либо еще. И многие из этого живут. Украдут велосипед, а потом его хозяева говорят, мы вам готовы вернуть такую деньги. И возвращают. И с этим как бы мерятся. Потому что на поиски велосипеда требуется больше силы труда, чем купить новый грудь. Да дело не в этом. Можно придумать систему где можно парковать велосипед. Пришел, под замок поставил. Условно говоря, его не украдут. Просто это же надо все создавать. Это система работает во многих городах Европы. Не неряется сейчас в Фариже. Она работает следующим образом. Опять же, выделены ходицы для велосипедистов. Ты выходишь из метро и ты там арендуешь как бы велосипед. Ты на нем едешь, можешь ездить сколько угодно на определенное время. Ты по всему городу вот такие стоянки расположены, специальные велосипеды. И ты потом на такую стоянку этот велосипед сдаешь. Потом ты подходишь и снова оберешь этот велосипед. По всему городу система вот таких стоянок. Ну, там много из них уже, конечно. Велосипеды эти топят в сене. Их просто разбивают. Ты их не воруют, ты их не возвращают и так далее. Но считается, все равно система эта работает успешно. И это было бы, с другой стороны, надо быть культурой велосипедного вождения, да? Как бы, опять же, масса... Я считаю, что вот такая... Что же сложность? У нас пешеходы даже до сих пор не руководствуются правилом велосипедного вождения. Велосипедный вождение нужно в дороге. А дороги где взяли? Так мало дорог. Так надо начинать. Если будет, если сделала система БРТ, то в каждую из них можно строить велосипедную дорожку. Не просто велосипедисты, если они будут ездить так, как сейчас они ездят, они повысят аварийность, как бы, в принципе, это всегда... Они не будут ездить... Они сейчас нарушают правила... Они не будут ездить по дорогам общего назначения, я тебе говорю. Велосипедисты не будут... Но это мы этого желаем, да? Выделенные велосипедные дорожки. Этим тоже надо обязательно заниматься. Цель его, опять-таки, я повторяю, не в том, что это принесет какую-то прибыль в городе, а смена имиджа. Духа города, слегка. Аэробрендинг, как это называется, или как? Ну, в том числе. Ну, просто надо сделать город, который был бы более такой... Более приспособлен к жизни. Я не думаю, что вот эта система перехватывающих велосипедных парковок у нас в городе могла прижиться. Пробедение в том, что население какого-то более воровато, чем, скажем, в Копенгакене. Ситуация, она такова, что население у нас не более воровато. А полгода у нас зима. Подходит 25 лет постоянно. Но строить это все равно эти штуки надо. Они стоят не так много. Строить выделенную автобусную дорогу, велосипедно-роликовую трассу для роллеров, то это нормально. Сейчас же появилось паровелосипеды. Внезапно, никто этого не замечает, появилась же новая технология вдруг. Не обратили внимания? Это велосипеды на батарейках. Сейчас эти аккумуляторы стали очень большой мощностью, очень большой емкостью. Правда, велосипед такой стоит, весит порядка 25 килограммов. Туда вставляется аккумулятор, и он тебе помогает ехать. Просто. Или ехать. Вполне может быть. Велосипед от аккумулятора, после этого, сколько это весит, достаточно много. Снимаешь, привозишь себе домой, заряжаешь заночь на тройлерозетке, едешь с ним в город обратно. Как же такая технология появилась внезапно? Раньше это было невозможно, а теперь это на каждом шагу они продаются. Вот такие велосипеды будут, может быть, за ними в будущем. Кто знает. Но надо представлять тебе, что Санкт-Петербург, что он должен делать. То есть это где-то быстро, в любой момент ты можешь добраться, что у тебя большое количество этих видов общественного транспорта, в первую очередь, который показывает, что ты живешь в таком динамичном, странном, непрохожем городе. Что у тебя есть и кроноплан, у тебя есть и пояс на магнитные подушки, и станции С-БАН, или Рера электричек, заполненные кристаллами Сваровски. То есть стоят копейки, на самом деле, по сравнению со строением со строительством туннеля. Ну вот что-то вот такое. Вот такой вот город. То есть как бы... Ну совсем другой. Ну да, но чтобы такой город построить, нужно изменить менталитет как бы всей России. Я не знаю, как есть всей России, но вот можно попытаться... Поэтому вот если бы пытаться привязать это дело к Олимпиаде, а давайте... Ведь Барселона была унылым, провинциальным, промышленным городом. Ее взяли и перестроили к Олимпиаде. Ну совсем другую теорию. И теперь это реально одна из культурных столицей Кропы. И с Петербургом можно сделать точно так же. Культурная столица. Такой, чтобы она еще культурнее стала. Это издевательство. Когда говорят, что ты не столица, тебе говорят, да, ты культурная столица. Ну на самом деле сейчас это реально одна из столиц. Все-таки я повторяю, что самая важная заслуга администрации Матвиенко, она состоит в том, что понятие, что Санкт-Петербург, вторая столица России, перестало восприниматься как издевательство. До этого это было именно так. Но вот после Матвиенко все-таки, несмотря ни на что, совсем немного негатива, связанное с ее правлением, важнейшим достижением является то, что представляет то, что вторая столица России перестала восприниматься как издевательство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова